Итак, я рад вас всех видеть, все хорошие, симпатичные. Я тоже как-то благодаря организаторам смог как длительный приезд восстановиться хорошо. И так чувствую себя нормально. Думаю, что буду немножко шутить, все будет нормально у нас целая лекция про стрессы. Кто из вас первый раз меня слышит и видит? Вообще первый раз, да? Нет, нет, лекции, лекции, что вы никогда не слышали. Вдруг никогда не слышали мы лекции. Думаете, есть такие лекции? Вадим. Вообще никогда не слышали. Чуть-чуть слышали. Я просто, просто, ну, зависит, как давать лекцию. Если немного не в первый раз, то мне надо много чего говорить сначала. А если, то есть, в основном все слушали, да? Да. Замечательно. Я тогда вкратце буду с утрением делать в раз. Два человека, все. Для вас, специально для вас. С утрением. Значит, лекция основана на ледическом знании. Это знание утверждает, что психика человека, она имеет свое строение. То есть, у нас есть психическое строение. На основе этого психического строения человека я разрабатываю свои методики. Как себе помочь. Ну, то есть, и они поэтому практичные, и людям нравится, они приезжают слушать. Есть опыт, есть хороший результат. Первое, что нужно знать, это то, что психика соткана из определенной структуры психической, которая на санскрите называется «мамоса». По-русски можно называть «ум». То есть, эта структура, она имеет в себе тонкие психические каналы, которые проходят через все тело. Эти каналы, они двух типов, эти каналы психические. Они двух типов. Одни из них питают грубое тело, наш организм, энергией. Вторые каналы питают психику, чтобы сама психическая структура работала тоже нужная энергией. Те каналы, можете даже это не обязательно запомнить, те каналы тонкие, которые питают грубое тело, называются «шробосы». А те каналы, которые питают психическое тело, называются «наги». Следует знать, что все каналы психические, и грубые, и тонкие, они питаются энергией счастья. Вот по-русски сказать «энергией счастья». То есть, без счастья жить невозможно. То есть, если есть просто разные типы этой энергии счастья. Есть энергия счастья, которая дает хорошее настроение, оно питает тонкое психическое тело. А есть энергия счастья, которая дает бодрость, свежесть, ну такое ощущение легкости в теле, хорошо так. Это они питают грубое тело. Допустим, если мы идем, допустим, по улице свежий воздух, сквозный, хорошо, то есть, дышать хорошо, легко. Хорошо дышать, легко. Это энергия счастья, так? Мне нравится, мне хорошо идти. Я люблю ходить, мне нравится, мне хорошо. Это питает грубое тело, потому что появляется бодрость, лёгкость, свежесть. Мне хорошо, вот, я иду по улице, и я иду, шагаю по Москве. Всё хорошо. Обычный летний дождь прошёл, нормальный летний дождь. Ну, то есть, настроение хорошее, всё, это питает тело здоровьем. Хорошее такое, здоровье. Вот. Но есть ещё другое счастье, когда человек испытывает хорошее настроение. У меня сегодня день такой счастливый, что не петь нельзя. И с любовью вместе к нам приходят песни, словно в дом друзьям. И к тебе сегодня я пойду, сто дорог в одну сведу. Я не верю, что бывает у любви короткий век. Ну, то есть, настроение, да, чувствуете, классно, так, хорошо. Это энергия счастья идёт в ум, в психику. Ну, то есть, есть две энергии счастья, одна бодрость, свежесть. Я иду по улице, а я иду, шагаю по Москве. Ну, то есть, хорошо, у меня летний дождь прошёл, это хорошо. То есть, у меня бодрость, всё классно, это здоровье для тела. Вот если тело вяло, у меня плохо, душно, это страдает тело от этого. Тонкие каналы, которые питают тело. Если человеку душно, то плохо страдает тело, физическое тело. Вот, а если у человека плохое настроение, страдает уже тонкое психическое тело. Ясно, да? Но у тонкого психического тела есть несколько составляющих. Есть ум, который питает весь организм энергией. Он нуждается в энергии счастья, ум, постоянному. Нужно счастье. Счастье ум получает через пять чувств. Чувства эти сами, тонкую природу имеют. Они имеют тонкую психическую природу. Но работают они через органы чувств. Органы ушей, это органы какого чувства? Чувства слуха. Глаза, это органы чувства какого? Зрения. Нос, это какое чувство? Оборяние. Дальше, кожа, осязание. Вот, и язык, это чувство вкуса, да? Да? Ням-ням-ням-ням-ням-ням. Вот, то есть, пять чувств всего. У ума есть пять чувств. И через эти все пять чувств ум получает энергию счастья. Хочу в кино. Хочу в кино. Что я делаю? В кино. Я смотрю. Получаю счастье через глаза, да? И слушаю. Получаю счастье через уши. Но пока я смотрю и слушаю, не хочется мороженку. То есть, хочу получать счастье через язык, да? И в это время меня обнимает муж, да? Через тактильное чувство, да? И от меня хорошо пахнет. Получаю счастье через абонент, да? Все пять органов чувств заняты, да? В кино. Если мороженку еще есть, оттуда. И муж обнимает, обнимает мороженку. Не, смотрю и слушаю. Все. Все органы чувств получают счастье. Ум наполняется счастьем со всех сторон, так? Вот. То есть, человек не может жить без счастья. Нет счастья – нет жизни. Невозможно жить, потому что не хватает сил психических, физических. А физическое счастье и психическое счастье также мы пополняем через еду. У пищи есть 22 составляющие. Одна составляющая – это психическая энергия, прана. Мы получаем прану через пищу. Вот какая пища дает прану? Сырая пища, свежая. Как ребеночек, допустим, маленький такой, крепенький такой. Это физическая энергия, прана. То есть, сырая пища дает прану. Яблочко, если сморченное, в ней прана много или нет? Нет. Яблочко должно быть крепенькое. А есть еще больная прана. То есть, такая. Яблочко очень крепенькое, сильно крепенькое такое. Ее даже червячки не едят. Это уже… Червячки не могут кушать, потому что яблочко уже как камень такой, крепенькое. Это уже геноинженерия, да? То есть, ГМО-продукты. То есть, они вредные для здоровья. Нужна, естественно, здоровая прана. Настоящая от Бога яблочка. Что Бог создал яблочко, и оно дает здоровье настоящее. Но в пищи есть еще энергия, которая питает ум. Энергия, которая питает ум, она не как прана, не как вот бодрость, свежесть. Она приходит в пищу в результате приготовления. Когда пищу готовят и варят, допустим, с хорошим настроением, то тогда пища питает еще настроение. Человек получает хорошее настроение, поев. Если пища наполнена энергией ума еще. Вот жена с любого приготовила. Муж ест, говорит, мне дома больше всех нравится потушить. Ну, то есть, это означает энергия ума уже. Правда. Продукты те же самые. Но энергия ума разная. Я вас не замучил? Понимаете? Вот. То есть, ум или тонкое тело ума, оно достирает все тело человека. Но в нем есть особые места. То есть, это чувства. Пять чувств. То есть, эти чувства имеют очень важную роль в нашей жизни. Вот. И они, в целом, работают всегда вовне. То есть, они хотят вовне, извне, получать счастье. Через чувства мы получаем счастье во внешнем мире. Или не получаем. Бывает по-разному. У ума есть руководитель, который им командует. Это разум. Есть такая тонкая структура, вторая. То есть, всего три тонкие структуры в тонком теле. Вторая тонкая структура – это разум. У разума есть три центра. Один – в лбу, второй – в области сердца, третий – в области патру. Три центра разума. Они все управляют умом. Это не чахты, вот есть чахты, да, энергетические центры. А патру можно как-нибудь организовать? Это у меня уже чувство вкуса, по-моему. Или что там? Вот. У ума есть три центра психических. У разума три центра психических. И каждый из них дает определенную энергию счастья в ум. Вот этот психический центр дает энергию знания. Человек не может жить без знаний. Он надо знать. Когда он узнал, он успокоит. Ох, ну слава богу, все живы. То есть, знание, сразу легче, отвлечение. Я узнал, что все живы. На этом самолете никто из наших не летел. Вот. То есть, все узнал, все живы, все хорошо. Знание дает счастье. Так или нет? Знание включает жизнь сразу. Это через этот центр разума идет. Вот отсюда через этот. Потом дальше. Вот. И так песни поются. Ну что сказать, ну что сказать, устроены так люди, желают знать, желают знать, желают знать, желают знать, что будет. Ну что, так? Нормально? Вот. Следующий центр разума находится в области сердца. Здесь находится энергия любви, гармонии между людьми. Жить без любви, без любви не могут люди. Час без любви, без любви пропащий час. Нам хорошо, хорошо, когда мы любим. И даже лестки не любят нас. Есть такая песня. Вот. Вот здесь находится центр сердца. И любовь. Сейчас вообще-то в Европе считают, что любовь в другом месте возникает. Из разной мнения. Некоторые считают, что в другом месте любовь возникает. Но в Европе считают, что любовь возникает в сердце. Сердце, тебе не хочется покоя. Сердце, как хорошо на свете жив. Сердце, как хорошо, что ты такое. Спасибо, сердце, что ты умеешь там любить. Вот. Ну то есть сердце, да, любовь возникает? Мы уже решили с вами. И есть третий центр разума в области паха. Там связь с вечностью находится. То есть там находится страх и бесстрашие у человека. Три центра разума. Они все питают энергии счастья человека. Разум контролирует ум. Ум говорит, хочу еще мороженое, хочу еще мороженое. Ну потому что оно вкусное и от него получилось счастье. Но как бы живот уже полный. И второе мороженое, если съесть, то разум знает. У него есть память. В разуме есть память. Память говорит, в прошлый раз ты съел два мороженое и запалил он гимнем. Он ему говорит, разум. Он говорит, хочу мороженое, все равно хочу. Потому что он хочет счастья. Ему нужно питаться счастьем. Но разум говорит, второе мороженое нельзя, если разум сильный. Если слабый разум, человек бежит и ест второе мороженое. И запаливает ангиной. Не холодную воду всегда приносить. Можно даже ледяную со льдом. А? А у меня вот все наоборот. У меня тепло ангина власти. Шутка. Ну ладно, вперед. Итак, есть еще третья структура психическая. Называется чувство собственного достоинства или эгоизма человека. Чувство собственного достоинства, оно всегда основано на знании человека, на разуме. То есть, если чувство собственного достоинства, есть два, фу, две функции, как бы чувство собственного достоинства, оно может работать правильно и приносить счастье человеку, или работать неправильно и приносить страдания. Веда объясняет, что если чувство собственного достоинства работает на то, чтобы себе присваивать все, жить для себя, тогда человек испытывает страдания. А если чувство собственного достоинства работать на то, чтобы отдавать другим что-то, отдавать, тогда человек испытывает в конечном счете счастье. Чувство собственного достоинства, которое дает возможность отдавать, желать счастья другим. Такое чувство собственного достоинства связано с душой. Веда объясняет, что в конечном счете мы душа. Ну то есть, человек — это существо, которое живет вот здесь, в области сердца. Мы как маленькая искорка душа. И мы вечную природу имеем. Мы никогда не умираем. Тонкое или психическое тело после смерти грубого тела также не умирает. Оно не разлагается. Оно остается вместе с душой и переходит в другое тело. Тонкое тело еще называют телом желанием. В зависимости от желания, которое имеет человек в своей жизни, такое он следующее тело и получает. В целом, как бы, центры разума формируют предосположенность к какому-то рождению. Вот эти два центра разума. В области сердца и в области лба. Если человек стремится победить свою судьбу в жизни, он стремится все понять, во всем разобраться, он стремится к победам, к достижениям, к успеху, такой человек получает мужское рождение. Если человек стремится к любви, гармонии, нежности, доброте, то он получает женское рождение. То есть, у женщин, вот этот центр разума имеет огромную силу, то есть, сердечный центр разума, у женщин сильнее разума. Женщина стремится к любви, гармонии, подсветает, ну, как бы, любви, гармонии, нежности, доброте, заботе. То есть, это ее близкие отношения с людьми, женское рождение дает близкие отношения с людьми. Мужское рождение стремится к победам, к достижениям, к преодолению трудностей. Поэтому существует такое понятие, как предназначение человека. Ну, то есть, если человек действует согласно своей природе, ему легче жить. Если он действует не согласно своей природе, тогда ему тяжелее жить. Допустим, мужчине легче качать мышцы и поднимать штангу. Женщине тяжелее это делать, потому что ее природа грациозная, а не мускулистая. То есть, у нее совсем друг по-другому устроено тело. Ей тяжело делать то, что мужчине делать легче. Мужчине тоже тяжело делать то, что женщине легче делать. Допустим, меня жена разок попросила огурчики порезать. Но я с удовольствием помогать жене. Начал резать огурчику, и она говорит, надо тоньше резать. И она сказала тоньше, и начал потеть, потому что мне очень трудно резать тоньше. Я говорю, ну, для мужчины тоньше резать уже тяжело, потому что более грубые чувства, как бы, там надо... Ну, по пальцу же можно дывать. А женщина, у нее чувства очень... Имеет тонкую такую, выверенную природу. Женщина, ей там нитку в иголку раз, быстро там... Вот, тяжело. Она все сразу замечает. Олег Пинатьевич, белый спикер, там, с меня рукпашка. Все. Все сфотографировала. Вот. У меня жена целую неделю ходила в новом платье. И она через неделю говорит, что у тебя новое платье? Она говорит, что уже не новое, уже неделя прошла. Заметил через неделю только. Вот. Ну, то есть, мужчин как бы в этом плане тяжелее. Они менее внимательны. У них чувства по-другому устроены. Итак. Каждый элемент нашего тела нуждается в энергетике счастья и по-разному реагирует на нехватку счастья. Когда счастья не хватает в другом теле, то тогда возникают заболевания различные. В другом теле. Различные болезни. Вот. Когда счастья не хватает в тонком теле и в уме, тогда у человека портится настроение. Он говорит, у меня все будет плохое настроение. Не трогайте меня. Если энергии счастья в уме не хватает, портится настроение. Эгоизм человека, он... Это, знаете, такая штука, которая нас ориентирует куда-то. То есть, если включается ложный эгоизм, то человек начинает думать, что счастье – это когда все мне. Ну, когда... Ну, я и мое. То есть, у меня есть я, я для себя живу. И у меня есть мое. Это мои дети, моя жена. И я для них живу. А все остальные, как бы, не хочу с ними иметь никаких дел. Я живу только я и мое. Все. Вот это... Так действует сложный эго. А истинная эго хочет всем помогать, о всех заботиться, любить, дружить, сострадать и так далее. Вида объясняет, что когда разум наполнен знанием о том, как правильно жить, когда разум контролирует ум и чувства, тогда включается истинная эль. И человек начинает жить без других людей. Когда разум слаб, и ум сам начинает искать счастье. И с помощью разума сам тогда включается ложное. Ну, допустим, человек должен раньше встать, чтобы правильно жить. Ему нужно на работу идти и все прочее. Он лежит, проснулся, и в это время разум еще не активен. И он думает, хочу еще проспать. Вот я сейчас отдыхал, перед лекцией останавливался. Я на час там себе поддельник завел, но час лежал, отдыхал, потом час прошел, я еще попарился до этого, и такой проснулся, и думаю, ум, ум, думаю, хочу еще полежать. А разум говорит, через полчаса лекция, 10 минут собираться, 10 минут готовиться, у тебя осталось 10 минут. в туалет сходить. Значит, тогда вставай прямо сейчас. Ну, разум говорит ему, надо вставать все равно, а я хочу еще полежать. Ну, то есть, ложное эко, оно не дает контролировать себя. То есть, оно нас всегда заставляет делать то, что не надо делать, то, что не поможет для счастливой жизни. А истинное эго, оно направлено на других. То есть, иди лекцию читай, ты же для этого сюда приехал. Ну, то есть, истинное эго связано с разумом, со знанием. Человек, когда свою деятельность основывает не на желаниях своих, а на знаниях, как правильно жить, тогда действует истинное эго. Когда человек свою деятельность основывает на желаниях, действует ложное. Когда счастья не хватает в уме, портится настроение. Когда счастья не хватает в разуме, то наступает стресс. Видите, очень важно знать, что нехватка счастья в разуме это большая проблема в современной жизни. Потому что люди вообще никакого представления не имеют о тонком строении человека. Они вообще не понимают, что такое счастье в разуме. У них даже идеи нет о том, что такое стресс. Часто человек даже не понимает, что он живет в стрессе уже много лет. Разум, для того, чтобы в нем было счастье, разум вообще это добычек счастья. Он ищет счастье, соединяясь с какой-то целью в жизни. Допустим, надо построить дом, надо построить дом. Раз пошел строить дом, все, начал строить дом, дом строится. Цель, поставлена цель жизни. Один кирпичик положил, засыпаешь, все, 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 счастье больше. То есть, человек чувствует счастье, потому что дом строится, дом построить дом, у него будет счастье, все, и он радостно живет, радостно живет. Но потом кризис наступил, и работы как бы нету, денег нет, дом не строится. И человек думает, ой, что же такое, что же теперь будет с моим домом? И наступает страдание. Видите, когда человек теряет возможность достигать своей цели, то наступает страдание. Поэтому где-то говорят, что есть цели, которые не надо самыми главными в жизни делать. Ну, то есть, самое главное означает, это важнее всего в моей жизни. Ко мне вчера, позавчера в Риге подошла одна женщина, и говорит, Олег Геннадьевич, меня муж бросил с ребенка, уже давно, у него уже другая семья, но я его не могу никак забыть. Я всегда думаю, думаю о нем. Хотя, вот у меня уже внутри такое желание, да не хочу я о нем думать, ну, я хочу вообще другого себе найти и жить счастливо, как все. Зачем мне о нем думать, что он лучше других, что ли, а все равно думаю о нем. Говорит, что мне делать с этим? Я не могу от этого избавиться. Я ей объяснил, говорю, так работает разум. Когда разум что-то ставит высшей целью жизни, самой главной целью своей жизни, когда разум что-то ставит, какую-то идею, то эта идея, она не может закончить свое существование просто так. Она должна быть заменена на другую. Если человек поставил своего мужа целью своей жизни, что вот это моя цель жизни, я живу для этого человека, цель моего существования, вот этот человек. Если человек так думает, и ты этот человек уходит, то дальше смысла жить нет. Или надо застрелиться, или ты будешь все время в пасте жить. Единственный выход – это поменять цель. А люди не знают, как меняется цель. Они не понимают, что надо делать с собой, чтобы поменялась цель жизни. Они так же спонтанно, неосознанно эту цель жизни и ставят. Допустим, ребенок родился маленький, а он приносит счастье. Он приносит счастье. Да, особенно маме. То есть мама ребенка... Вот. Счастье, приносит счастье. И все, что приносит счастье, человек начинает самим целью своей жизни. Она подходит к мужу и говорит, «Ты знаешь, для кого мы теперь живем?» Ему говорит. Он говорит, не знаю. Она говорит, для нашего Пети. Понял? Он говорит, понял. Но он пока еще не понял. Он не знает, что если купят мороженку, то мороженка достанется не ему, а Пете уже. Раньше она ему доставалась. Пети будет доставаться. Все, для ребенка. Да. Смотри. Он думал, что... Он так же, как раньше будет ездить. Получается по-другому. Но приходит с работы, и все самое вкусное в холодильнике уже съели. Почему? Потому что все для ребенка. Понимаешь? И ты ешь толстого в талу. Знакомая ситуация, да? Ну, то есть, мать улет для своего сына, для ребенка, а муж становится дополнением к жизни. Вот. И это мужа часто не устраивает, он не хочет быть дополнением. И он убегает из дома. В результате. Такое тоже бывает. Часто причиной ухода близкого человека является изменение цели жизни. Ну, сильные перемены на ценности человека. То есть, женщина рожает, все, и больше никто не нужен. Думает только о своем ребенке. А у мужчины, как бы, не хватает у нее энергии любви. А женщина, шестьсотками из энергии любви, она дарит всем красоту. Она вот так устроена. Почему она такая нарядная, красивая? Она должна всем нарядить и дарить красоту и радость. Это ее предназначение. Женская природа так действует. Вот. И вот при такте только ребенку достается, а мужу и жучке нет. Мужу красота женской жены не достается, и жучке тоже. Нам ей внимание тоже не уделяют. Жучка что делает в это время? Она садится и вот. И муж тоже смотрит хоккей. Ему надо где-то искать счастье, чтобы он не знает, что ему делать теперь. Жена поглублена ребенком. А ему же надо тоже быть счастливым. И он ищет счастье в другом месте где-то. И потом он идет по работе и по пути на работу он увидит летящей походкой ты вышла из рая и всплыла из глаз пелагея моя. И он за ней за пелагея. Жена до свидания, ребенок жучка все до свидания. Почему? Потому что счастье никто не приносит. Оставайтесь сами без меня, потому что я теперь никому не нужен. Видите, постановка цель жизни это важная штука. И чаще всего люди ставят цель жизни неосознанной. Что счастье вернусь, то цель жизни. Все.